Мир фантастики И в честь выхода второго тома на русском мы решили обсудить творчество этого неординарного писателя, подарившего нам очень крутой коктейль из насилия, черного юмора и секса, как там пишут обычно на задних сторонах обложек. Поговорить о творчестве Джо Абер Кромби собрались люди, которые не просто читали его книги, но еще и общались с ним лично, а некоторые даже участвуют в издании его книг на русском. Во-первых, это наш постоянный автор и менеджер по продвижению фантастики в издательстве Фанзон Дмитрий Златницкий. Привет. Я ведь правильно твою должность назвал? Ну, не совсем, но не будем на этом состряться. Можно просто сказать главный по фантастике. Шутка. Главный по фантастике это я. Также еще один наш постоянный автор и вторая половина нашего любимого комического дуэта. Я имею в виду, конечно, издательскую группу Эксмо АСТ. Тоже менеджер по продвижению издательства АСТ Алексей Ионов. Привет. И я, Сергей Серебрянский, главный редактор Мира Фантастики. Прежде чем говорить непосредственно о творчестве Джо, я хотел бы вообще поговорить о жанре темное фэнтези. Что привело вас в этот жанр? С каких книг вы начинали? И почему, на ваш взгляд, этот жанр с каждым годом все популярнее и популярнее? На самом деле, я бы тут немножко разделил темное фэнтези и вопрос его популярности на несколько моментов. Зачастую, когда говоришь темное фэнтези, у читателей возникают ассоциации с авторами вроде Глена Кука или, например, с Вархаммером. Это фэнтези не то, чтобы стало популярным за последнее время, то есть вот мрачные, кровавые миры, где нету справедливости, где зачастую центральными героями выступают те, кого даже с натяжкой не назовешь положительными персонажами. Собственно, такой фэнтези существует уже не одно десятилетие, он популярностью пользуется на протяжении многих лет. Джо Абер Кромби представитель все-таки не классического вот такого темного фэнтези, а того, что сейчас на западе называется Гримдарк. И чему? Ну вот прям совсем точного перевода на русский, аналога какого-то нету. То есть, может, наверное, его попытаться назвать суровое фэнтези, но и Абер Кромби, и те, кто вот работают в схожем направлении сейчас, они все-таки не так, как авторы классического темного фэнтези подходят к миростроению. У них зачастую гораздо меньше магии, каких-то темных сил, могучих каких-нибудь мрачных, жестоких богов. Абер Кромби все-таки, хотя его порой и с тем же Гуком сравнивают, он, как и сам говорит, начал писать под вдохновением во многом от Джорджа Мартина, которого все-таки темным фэнтези в обычном понимании назовешь, но Мартин популяризовал фэнтези, такое более приближенное к реальности, с одной стороны, с другой стороны. Вот фэнтези с неоднозначными персонажами, которые нарисованы серыми красками. Абер Кромби, по-моему, такой яркий представитель именно последователей Джорджа Мартина, а не вот классического темного фэнтези. Он не один такой. Почему такое фэнтези популярно? Тут, мне кажется, есть несколько причин. Одна из них, по сути мной уже была озвучена, то, что Мартин протарил в какой-то степени для нее дорожку своей безумной популярностью. Эти авторы, которые пишут что-то похожее, естественно, не могут не вызывать интерес, пусть даже это там не один-в-один подобные вещи, но что-то близкое по духу. С другой стороны, фэнтези на протяжении многих лет все-таки было, ну, достаточно однотипным. Очень много было похожих историй про каких-то избранных, которые отправляются в походы за артефактами на другой конец карты, потом уносятся обратно и так далее, и так далее. С достаточно одномерными персонажами, с обычно четким делением на хороших и плохих. И, наверное, аудитория от этого подустала, поэтому вот такие авторы, которые пишут не столь однозначные истории, получили признание аудитории больше ее внимания. В то же время, ну, и классическая фэнтези не сдает позиции. Мы знаем немало примеров ярких авторов, которые продолжают писать скорее в той традиции, а не поддаются в Эримдарк. Ну, что я могу добавить, я могу сказать, что, да, действительно, я бы не стал называть Адр Громби классическим дарком. Хотя, на самом деле, то, что вот как бы трактует как дарк, в моем понимании, в принципе, наверное, даже Клен Кук в черном отряде не вполне классифицируется, потому что, хотя даже там вроде как есть Мир Победившей Тьмы и там есть Госпожа, все равно, если смотреть по уровню моральной градации, Госпожа не дотягивает до Пастелина, а отряд наемников во главе с Крокером Каркуном, они вполне себе положительные нормальные персонажи, насколько положительными нормальными могут быть отряд наемников. В конце концов, они же не подают друг друга, они уступают за отряд, они не режут друг другу горло, и, в принципе, своего нанимателя они, как правило, ну, подставляют, если и подставляют, то не часто. Адр Громби вписывается в более позднюю волну романов, которые пошли на волне успеха «Игры престолов», когда народ действительно, мне кажется, устал от этих однотипных эпических фэнтези с избранными магией и спасениями мира и перешел в такую более реалистичную, реалистичную картину. Возможность это как-то связывается с тем, что народ у нас немножко устал от того, что творится в реальном мире, и ищет такого рода эскапизм, а может, просто это такой у нас, скажем так, фэнтези развивается циклично, и вот была вот такая эпоха подражателей Толкина, эпоха подражателей Брокса, эпоха такого мрачного темного фэнтези ля Глен Кук, сейчас эпоха идет к реалистичному Джорджу Мартина, а сейчас, возможно, уже, скажем так, появился жанр под названием «Пост-Гримдарк», когда к тому же Гримдарку добавил еще больше юмора. Что касается Абер Кромби, то, мне кажется, он уже достаточно интересен, сам по себе, чтобы его можно с кем-то сравнивать. Это уже сформировавшаяся личность, которая ждет, так же, наверное, как и Ротфуса и Мартина, и которая отличает Ротфуса и Мартина, пишет гораздо продуктивнее. Хотя вот его новых романов стоит ждать там 4 года, а если считать вот последнего романа по миру первого закона, то все 7. Следующие книги «Ветро зимы» мы ждем уже, сколько, получается, 8 лет, и вот и ныне там. А Джоз за это время написал, сколько, 7 книг? Смотря что считать написано, потому что трилогия «Эпоха безумия», по сути, написана просто издана, еще 2 романа из 3, но у него, да, написана вот эта трилогия, «Море осколков» и «Красная страна», 7. Вот, кстати, ты упомянул эпоху последователей одного, эпоху последователей другого именно. Не раз уже встречал такое сравнение, что у Джо Аберкромби уже появились свои клоны. Довелось ли тебе читать что-то такое, что явно и вдохновлено? Ну, я могу назвать точно пару авторов, которые я и для себя воспринимал именно как таких последователей Аберкромби, и одного из них я даже примерно в таком духе советовал еще много лет назад к изданию в книжном клубе «Фантастика», когда еще даже не думал, что буду работать в «Смойле фан-зоне», это Люк Скал. Вот у него, мне кажется, очень заметно, что сильное влияние, особенно в линии, на одну из его собственных линий. Тут такой тоже мрачный достаточно фэнтези, с постапокалиптическими мотивами, но при этом куда больше магии, чем у Джо. Другой пример — это такой самоздатовский амазоновский автор Роб Хейс, у которого, мне кажется, тоже достаточно схож много с Аберкромби мотивов, ну и стиль достаточно близкий. Ну и факт, что сейчас очень многих авторов, которые так или иначе пишут либо гримдарк, либо какой-то такой фэнтези с юмористической составляющей, их сравнивают с Аберкромби. Вот, насколько я знаю, у Лёши скоро выходит книжка «Серые ублюдки», да, товарища Френча, и вот там тоже такое «Для фанатов Аберкромби». То есть, да, имя Аберкромби уже стало тем именем, которым рекомендуют, как в своё время рекомендовали для фанатов Мартина или фанатов Глена Кука. Да, но если для, скажем так, реально, Джо уже пришёл в категорию тех авторов, на которых росли современные авторы фэнтези, то да, вот именно прям человек, который явно очень сильно вдохновлялся именно Джо, это Люк Скалл, как Дима уже говорил, но опять-таки Люк Скалл — это не совсем хороший пример, потому что он написал вот эту трилогию «Грозный отряд», там «Грозный отряд», «Меч севера», «Кренок мертвеца», а дальше у него карьера загнулась, потому что он в какой-то момент, кажется, попал в тупик, возможно, в том числе и творчество, из-за того, что он слишком много копировал Джо и слишком мало себя вложил, поэтому как-то так его карьера, можно сказать, писательская закончилась, не успев начаться, и, в принципе, я там следил там за его публикацией на Фейсбук, у него там сейчас всё не очень хорошо. А в то время, когда вот реально он дебютировал, где-то вот там 12-13 год, его там с очень большой помпой презентовали, и там, по-моему, права на его издание, издать эту «Head of Zeus», купила там в каком-то адском аукционе за какие-то бешеные деньги просто. Что ещё раз свидетельствует о том, что вот 8-7 лет назад именно вот «Гримдарк» был просто на беке популярности. Я бы продолжал, на самом деле, обсудить вопрос, как вы впервые с Джо познакомились, помните ли вы вообще, как о нём узнали, какие были первые впечатления, потому что я свои хорошо достаточно помню, на удивление, это редко бывает с книжками, потому что я вот прям точно помню, когда я первый раз её взял в руки, какие у меня были первые впечатления. Но с Уберком я помню. Но поскольку я задумал вопрос, то давайте кто-нибудь из вас первый ответит, а я потом своими поделюсь. Я прекрасно помню. Ну, год я, наверное, сейчас не назову, но это была его первая книга «Кровь и железо», тогда на русском была только одна его книга, наверное, был год 8-й или 9-й. И я прочитал рецензию на первый том в журнале «Мир фантастики». Это была очень положительная, хорошая рецензия. Я достаточно вдохновился, залез в интернет, посмотрел, что в книжном магазине сравнительно недалеко от моего дома всего минут 50 на автобусе есть этот экземплярчик. Собрался в выходной, доехал на автобусе, зашёл в книжный, купил, и уже всю обратную дорогу я читал о том, как Логан девятипалый чуть упал с обрыва и выжил. Меня достаточно захватило. Я читал, наверное, все выходные, и потом как раз мне так повезло, что очень скоро вышел второй том, а вот третий уже пришлось подождать достаточно долго, и потом я очень сильно злился, когда вышел третий том. Я там реально считал дни, проверял его выходы, и как только он появился на Олимпийском, я тут же побежал туда. Меня очень разостроило, что там сменился переводчик. После того момента я уже, наверное, года три прошло с момента выхода первой книги трилогии, и для меня это прям стало одним из моих любимых авторов. И следующие книжки я уже читал в оригинале. И меня больше всего затронула северная линия, линия Логина, линия Ищейки, и поэтому, наверное, до сих пор моя самая любимая книжка является Героем. Ну, я сейчас, как-то посмотрю. Я думал, автор этой рецензии есть здесь, но нет, её писал Борис Невс. Что касается меня, я прям настолько подробно не помню, но я думаю, что Мир Фантастики здесь тоже приложил первоначальное усилие, потому что точно о нём я прочитал в Мир Фантастики. Правда, книги я читал не по мере выхода, а, по-моему, приобрёл сразу всю трилогию. Ну, у меня до сих пор они стоят на полке. Это знаменитая серия «Эксмой домино», как она называлась, «Чёрная фэнтези». Да. Причём фэнтези латиницей, в женском роде кошмар просто. Но серия, конечно, была классная, и вообще очень много тогда было. Не совсем правильно говорить о ней в прошедшем времени, потому что она до сих пор продолжает существовать, просто теперь она, серия одного автора, в ней всё ещё выходит «Малозаннская книга бывших» Стивена Эриксона. Вот сейчас был восьмой том, и ещё два впереди. Ну да, я хотел сказать, что это потрясающая серия, в ней много достойных авторов выходило. Правда, когда издательство «Домино» ушло от работы с этой серией, серию начало немного лихорадить, в ней начали выходить разные, уже не совсем подходящие к ней авторы. Какие-то новички выходили, которые пометились одной книгой, да. Даниил Паванский там был, который совершенно неудачно оказался. Ну это, по сути, вот один пример. Так, там был крёст с поляком, который спорный, но тем не менее. И который, кстати, так и не дописал. Он, кстати, объявил, что он собирается дописать совсем недавно, что он вернулся в писательство. Да, Феликс Крес. Да, и закончит свой цикл «Книга всего», но на самом деле, при том, что Крес, ну на мой взгляд, реально очень спорный, автор некоторые книжки у него, типа той же Джамбеларской легенды, были совершенно ужасные. Вот он как раз совершенно точно подходит под описание серии, потому что у него там адская чернуха, просто адская. Просто, ну, в серии как раз, если посмотреть, сравнить с шедеврами фэнтези, а то есть стояли там Фэнтези Уорлд, которые выходят в фан-зоне, то в этих сериях как раз новичков гораздо больше, потому что если вспомнить черный фэнтези, то в ней, кроме Аберкромбе и Эриксона, были кто был Бейкер. Ты сказал, об адской чернухе, это как раз Бейкер мне первым приходит на уме. И был Ричард Морган, по сути, и по сути все, то есть там почти не было таких, каких-то молодых или экспериментальных авторов, которых там и мы, и Аисты выпускаем. И Аберкромбе точно, и Бейкер, и на момент публикации были новичками, у которых там было две книги. Аберкромбе, да, Бейкер уже нет, Бейкер раньше начинал, что Бейкер к тому времени был уже достаточно автором состоявшимся, и это было третье, наверное, его издание, если не ошибаюсь. Да, это было третье его издание на русском, так что нет, Бейкер уже точно новичком не был. Аберкромбе, да, тогда был молодым автором, но он очень быстро себя заэккомендовал. Ладно, я, как обещал, поделюсь своими воспоминаниями о книжке. Я о нем узнал не из Мир Фантастики, я о нем узнал на Фантлабе. Это был самый запуск новой серии, Черная Фэнтези, тогда еще было не очень понятно, что внутри будет, но тем не менее у X-Mon в этот момент было достаточно неплохо отлажено вот именно выпуск таких ярких фэнтезийных книжек. До этого были Короли Фэнтези, серия, в которой тоже было немало ярких авторов, поэтому начало новой серии фэнтезийной привлекло внимание сразу. Хочешь сказать, что сейчас все гораздо хуже? Сейчас это в основном происходит в фан-зоне, а не в Эксмо, так что попытка хорошая, но не прокатила. Все эти серии тоже стоят на полках. В Фантлабе они печальны здесь тем, что там часто они обрывались до окончания, но серия с дутой обложкой классная очень была. Я тогда поехал за покупками где-то, я даже в Петербурге где-то раз в неделю, ну, может быть, раз в две недели стабильно ездил на ярмарку Дококрупской за новыми книжками. Вот среди вот этого пакета книжек, что я тогда взял, был в Абберкромбе, я помню, что у меня был там целый то ли пакет, то ли рюкзак книжек, которые я вот себе взял читать. Походу, даже, по-моему, когда в метро просто шел, или когда сел в метро, открывал по очереди, там смотрел первые несколько страничек, вот Абберкромбе с первых же слов как-то сыпил, у него первый роман начинается с главы, которая называется «Конец», и такой, опа, интересно, неожиданно начал читать, и, да, примерно как Леша так рассказывал, тоже не смог остановиться, но я не стал ждать, я два следующих романа скачал, прочитал на английском почти сразу после того, как прочитал первый, и, причем у меня достаточно, вот на уровне даже эмоциональном, я тебя хорошо помню, потому что я прям ночью его читал, там чуть ли не под каким-то светильником, ну, вот не так, потому что был уже не тот возраст, когда надо прятаться от родителей, когда ты что-то ночью читаешь, но, да, вот там, глубокая ночь уже, а ты читаешь и не можешь остановиться. На самом деле, что интересно, в «Соберкроме» до сих пор примерно так, я вот, когда получал тексты и немного ненависти, и проблемы с миром тоже, и проглатывал практически моментально, отпадывал в момент все, что было, читал, читал только их. То есть ты тоже начинал с первого дома? Ну да, причем вот едва он появился. Мне в этом плане повезло больше. Но, надо сказать, что это едва ли не единственный автор, которого я вот каждую книгу читал и покупал, это, конечно, спасает в данном случае и то, что книги выходят все-таки раз в год стабильно, и они не очень длинные, и в целом их не очень много. Радует форма, с которой он экспериментирует, то есть после трилогии последовало три отдельных романа, которые вроде бы и продолжают трилогию, но при этом хорошо читается отдельно, каждый в своем жанре. Вот «Лучше подавать холодным» – «Герои» и «Красная страна». Леша уже сказал, что его любимые из этого цикла герои, а меня же в свое время больше всего впечатлило «Лучше подавать холодным». То есть там настолько острый и напряженный сюжет, очень эмоциональная история вот этого второстепенного, в общем-то, героя трилогии. По-моему, если я не ошибаюсь, он появлялся только в третьей книге на пару глав. Да, я не называю его имя, потому что в разных книгах по каким-то непонятным причинам у него разное имя было. Коул Шиверс его зовут. В оригинале по-русски, кем он только не был, и трясучкой, и хладом, и лиходелом, или что-то еще, я уже не помню, но так в оригинале он Шиверс. Да, я когда читал «Героев», я и не понял, пока не дочитал, что это тот же. А уж когда он появился в «Немного ненависти», это прям радость. Мой любимый герой, в принципе, в трилогии. Тогда тебе надо быстрее читать новые книжки, потому что он там тоже, хоть и не на главной роли, но весьма хороший. У меня раньше был любимый персонаж Нико Макоско, но, к сожалению, он не пережил «Красную страну». Что меня очень радовало у Абергромби, после того, как я уже прочел трилогию, он стал браться за одиночные романы. Это то, что Абергромби, он реально один из одиноких авторов, который не любит повторяться, и который, хотя действие всех его книг разворачивается в одном мире, он каждый раз старается экспериментировать, пробовать что-то новое, пробовать какие-то, может быть, новые жанры, форматы. И, в принципе, он, наверное, самых ранних книг своих, он, в принципе, старался как-то упражняться с языком, с манерой подачи. Не зря же у него первая глава, начало книги, она называется «Конец». Соответственно, последний эпилог за Логана в конце третьей книги называется «Начало». То есть он уже изначально, даже когда он написал только первую книгу, он уже примерно представлял, он как-то делает полный цикл и сведет начало и конец в одну такую историю зацикленную, и это достаточно интересно. Оберкромби очень любит упражняться с языком, он очень любит какие-то языковые эксперименты, какие-то форматные эксперименты. И вот те три его одиночные книги, которые были написаны после конца трилогии, они совершенно разные. Если мы берем «Лучше подавать и холодным», то это такая классическая история мести, которая подана в таких чисто, условно, на итальянских декорациях, такой вот роман о мести, о возмездии, и там герои стремятся отомстить, там есть и отравления, и какие-то наемники, убийства, и штурмы, и предательства, в общем, все в этом духе. «Герои» — это история одной конкретной битвы, которая заняла три дня, и которая рассказывала с точки зрения персонажей, которые сражаются по обе стороны фронта. И там даже есть такая прекрасная глава, где, скажем так, камера следит за персонажами, которые просто последовательно убивают друг друга. То есть ты следишь за персонажем, хопа, его убивают, ты следишь за тем, кто его убил, хопа, его, этот персонаж снова убивает, и так далее, и так далее. И в конце, когда повествование перетекает на одного из главных героев книги, ты думаешь, «О, нет, неужто он следующий?» А «Красная сторона» — это такой вестерн, фэнтези-вестерн. Беркомби смешал самые известные тропы клише-вестерна, но при этом добавил их в свой фэнтези-мир, и получилось очень уместно, очень интересно. А следующий его шаг получается немного ненависти. Он, во-первых, решил написать эту трилогию сразу, чтобы у него была возможность, если он дойдет до конца, что-то поменять в ранних книгах, что-то там усилить, добавить, зависит от того, к чему он придет. Во-вторых, он там взялся за одну из тем, которую, в принципе, мало кто из фэнтези-авторов использует. Эта тема называется «Прогресс». Потому что у него, вот его мир, первый закон, там реально развивается прогресс, он не стоит на месте. И вот за те, сколько там, 20-30 лет, которые разделяют твою книгу «Кровь и железо» от проблем с миром, там очень многое поменялось в этом самом мире. Такого ты, я вот из таких авторов, которые пишут про фэнтези, по-моему, сначала только у Сандерсона с Мисборном, который тоже следит за прогрессом, у него там все это скачками развивается, там спустя 200-300 лет друг от друга разнесено. А у Обер Кромби это все последовательно, и мы следим за теми силами, которые, по сути, двигают его мир вперед. Я вот, кстати, когда ты говорил про эксперименты с языком перемещения камер, у меня сразу вспомнился очень классный прием, который используют в нескольких книгах, когда глава начинает дробиться на короткие отрезки, и последнее предложение в каждом отрезке это первое предложение, следующее, при этом показанное с точки зрения другого персонажа. Это такой интересный языковой эксперимент, очень здорово добавляет динамики, то есть книга становится словно фильм с коротким динамичным монтажом. По-моему, встречалась с ним. Такой прекрасный киноприем, дробный монтаж, так в кино делают, когда режут кадры и потом, короче, перспектива меняется, и здесь в Аберкоме тоже так делают. У него еще один из таких любимых приемов, когда он склит историю, то он даже одни и те же слова использует. К примеру, по-моему, первая глава ищейки в первой книге первого закона и последняя в третьей книге, они тоже начинаются одними и теми же словами. По крайней мере, в английской версии, потому что XMO сменила переводчика и слова были другие. Ну, не только слова, но и вина некоторых персонажей, но об этом я уже говорил. Ну, да, не будем вспоминать прошлое, просто мне кажется, теперь-то там после какой-то очередной редактуры эта проблема устранена. Да, Дима? Там у меня был еще вопрос любимые персонажи, любимая книга и т.д., но, по-моему, мы это уже затронули, хотя Дима еще выскажусь. Ну, у меня, наверное, любимый роман лучше подавать холодным. В нем вот прям концентрировано есть почти все, что любишь в Эберкромбе и динамичный сюжет и очень колоритных, ярких персонажей, причем обилие как новых, так и старых персонажей, которые были второстепенными, но выходят на первый план. Еще, что в ней нравилось, он заранее задает структуру сюжета, то есть есть некоторое количество людей, которым надо отомстить, и каждая глава этой истории мести. Конкретные жертвы каждый раз разные, прям вот ждешь, не дождешься, когда уже до следующего доберутся. И это такой яркий пример того, что фэнтези не обязательно должно быть многотомным, чтобы рассказать классную историю. Плюс я в целом, скажем так, люблю истории о месте, поэтому прочитать ее от любимого автора было очень интересно, но по большому счету я вот когда начал говорить про любимый роман, я немножко так себя дернул. Многие авторы говорят, что у них любимый роман, тот, который они пишут в настоящий момент, ну и когда начал отвечать, подумал, что те книжки, которые об Эркромбе сейчас вышли, немного ненависти и проблемы с миром. Когда я их читал, я бы легко и одну и другую мог назвать своей любимой его книжкой на момент прочтения. И, пожалуй, даже раньше, когда вот читал героев, то же самое, наверное, мог о них сказать. Наверное, я бы так не мог сказать о Красной Стране, она мне понравилась, честно говоря, поменьше других его романов. Ну, я не поклонник вестернов, возможно, в этом дело. И с полутрилогией все-таки тоже не так было, но это издержки того, что она написана все-таки для более юной аудитории. И хотя в ней Эркромбе тоже чувствуется и с черным юмором, и с достаточно жестоким обращением с персонажами, и с тем, что он там жанровые штампы выворачивает наизнанку, все-таки она такая помягче, помолодежнее, чем его остальные книжки. Но реально Эркромбе тот автор, которого читаешь очень часто новую книжку и понимаешь, что на данный момент это твоя любимая его книга. Ну вот на вскидку я так бы еще Гая Гаврила Кея к таким бы отнес больше, пожалуй, и не в сумме, кстати, два автора, которых я на самом деле сейчас считаю самыми двумя сильными, наверное, во фэнтези вообще. И мне кажется, что это такой очень хороший комплимент для автора, когда его каждая или почти каждая новая книжка воспринимается. Когда Дмитрий Злотинский его хвалит. И это тоже, да. Не пропустите, кстати, новая книга Гая Гаврила Кея в начале 2021 года выйдет из Дайстера Никому этот Кей не интересен. Я, кстати, присоединюсь немножко к Дмитрию, что я на самом деле тоже все романы Эберкромби примерно на одном уровне расположены. И деление на то, что любимый роман это очень условно. И мне действительно «Красная сторона» тоже понравилась несколько меньше, чем предыдущий одиночный роман, потому что мне там показалось, что Джон немножко, может быть, устал, может быть, немножко начал повторяться. И какие-то его отдельные приемы уже казались не такими страхшибающими, потому что ты что-то подобное либо видел, либо ожидал от него увидеть. Но именно вот что лучше подавать голодным, герои мне нравятся примерно одинаково, просто герои мне нравятся больше всего сеттингом, потому что в первой трилогии, в первом законе мне больше нравилась «Северная линия», мне больше всего нравились персонажи, которые были на севере, поэтому я, наверное, просто больше рад был возможности снова их встретить, больше всего рад была возможность очередной встречи с Шиверсом, и, в принципе, наверное, сама тематика такой битвы на севере и развитие северной линии меня больше привлекает. И да, опять-таки, мне несколько меньше понравилась его подростковая трилогия, но я думаю, до нее мы дойдем чуть позже, либо перейдем уже в ближайшее время, потому что это тоже довольно интересный момент, когда автор, который сделал себе имя на таких очень взрослых, реалистичных романах, которым, конечно, 18+, не поставишь, но при этом там достаточно много там и жести, и автор не стесняется и описывать сцены секса, и кровищей жестокости, и он вдруг пишет книжку для детей, для подростков, и при этом он совершенно не стесняется, и ближе к третьей книге он перестает себя сдерживать и там. Ну, тут есть еще такой момент, что это книжки, которые позиционируются как Ян Кадалт, но уже не только второму тому, перестал выйти и выйти. Не в этом дело, просто, ну вот в России почему-то очень часто между Ян Кадалтом ставят равно как не детские, может быть, но подростковые, что, мол, это написано для 14-16-летних и все. Это не так, на самом деле на Западе рамки Ян Кадалта гораздо более широкие и молодыми взрослыми как бы неуклюже это словосочетание звучало, считаются гораздо более старшего возраста читатели, то есть там 20-25 лет это тоже аудитория Ян Кадалта и собственно Аберкомпин единственный пример того, как авторы прославившиеся книжками для взрослой аудитории пробуют себя книгами для более молодых читателей это бывает для читателей совсем юных а бывает что для этих молодых взрослых которые в районе 20 лет и да это книги будут которые наверное не столь насыщены например сексом, насилием или жесткой лексикой как обычные книги Джо но тем не менее это все-таки книжки не для детей надо все-таки четко понимать что Ян Кадалт не равно маленьким детям или школьникам которые только начали узнавать что вообще секс на свете существует кстати мне кажется что взрослые авторы и порой мне кажется в последнее время достаточно чаще обращаются к тематике Ян Кадалта чем авторы которые пишут преимущественно в Ян Кадалте к взрослой аудитории ну раз уж мы уже затронули трилогию полкороля немного расскажу это как мы уже не раз говорили Джо изначально позиционировал как немного отличающуюся от его предыдущих романов трилогию для позволю сказать молодых взрослых возможно конечно не сам Джо так позиционировал издателя но некоторые отличия особенно в первом томе действительно были то есть в центре с первой книги стоял один молодой герой еще подросток ну и само развитие сюжета было более сконцентрировано на нем то есть там было меньше таких разных линий точек зрения как в основных книгах и в целом сюжет следовал стандартному путешествию героя пути героя по сюжету молодой король некого государства похожего на северное королевство времен викингов там в обществе где ценят силу мужественность рождается коллега и неожиданно он становится королем но его предает его дядя что будет дальше лучше конечно же читать в итоге Джо написал об этом мире три книги причем как уже Леша говорил повторяться Джо не любит поэтому героями следующих книг были другие персонажи персонажи первой книги оказывались на второстепенных ролях кроме того в самом конце выясняется достаточно интересная деталь о мире в котором происходит действие не знаю можно ли сейчас озвучить книги конечно вышли давно но пусть все-таки читать сделает это открытие самостоятельно но ближе к концу концентрация жести насилия чернухи становится чуть выше чем в первых книгах но эта трилогия действительно стоит особняком вот я бы хотел я бы хотел конечно вас спросить удача ли это или нет именно для этого автора мне кажется это вполне удача потому что книжки на самом деле в стиле Джо Аберкромби просто может быть Джо Аберкромби лайт причем с каждой книгой мне кажется что автор сознательно либо сознательно выбрал эту тематику либо просто стал меньше себя сдерживать градус лайта потихоньку сходит на нет и по-моему третья книжка вполне себе уже обычная Аберкромби при этом автор все равно верен себе и он продолжает экспериментировать он продолжает строить какие-то изначально интересные системы и это тоже можно последить на примере этих трех книг то есть в первой книжке один главный герой повествование с одной point of view и это такой простенький реально такой геройский квест который выполнен вполне себе по всем законам жанра кроме концовки где она вполне себе необычная для этого жанра во второй книге два главных героя а герой первой книги появляется на вторых ролях в третьей книге уже три сюжетные линии три разных героя и три предыдущих героя опять-таки возвращаются на второстепенных ролях при этом опять-таки уровень взрослости растет и мне кажется что либо это изначально задумывалось что читатели растут вместе с книгой либо же просто автор считает что так вот он подводит и к своей обычной просьбе получился достаточно необычный и хотя возможно мир поначалу казался достаточно скудным может быть скучным по сравнению с первым законом или наоборот слишком похожим на наш мир в конце нас ждет достаточно много сюрпризов и открытий которые позволяют этот мир понять гораздо лучше ну и персонажи тоже получились достаточно симпатичными интересными и ты за них переживаешь вот со временем и радуешься когда встречаешь их снова в следующих книгах особенно вот вспомнить второй том полумира одна из главных героев колючка очень яркий женский образ по-моему Джо до этого был только лучше подавать холодным что-то похожее ну и плюс Джо там очень хорошо работает с историей и некоторые сцены он такое ощущение что реально читал рассказы о временах викингов и некоторые сцены прямо вот словно исторические книги сошли в плане достоверности и богатства деталей мне очень нравится у Джо когда он он регулярно в принципе выкладывает такие прогресс-репорты где рассказывает о своем творчестве и когда он начинает заниматься каким-то новым проектом он зачастую фотографирует так сказать источники вдохновения и информации и там в перемешку лежат какие-нибудь книги по истории и если говорить о красной стране там были вестерны там был по-моему Red Dead Redemption 2 или что-то подобное первого и второго еще не было да Red Dead Redemption 1 конечно и то же самое с викингскими вот этими историями то есть там игры книжки художественные книжки исторические вот это все в перемешку очень забавно что касается самой трилогии ну мне кажется это был такой эксперимент скорее от ума чем от сердца потому что я думаю это было желание привлечь новую аудиторию и сразу захватить молодых людей которые потом бы стали читать взрослого обергромби по-моему это тот яд-кадалт который я бы хотел читать когда мне было бы когда мне было лет 17-18 наверное если бы Джо потратил эти вот пару лет которые писал трилогию на что-то взрослое возможно получилось бы что-то более сильное ну то есть для Янка Далты это точно очень сильно для самого Джо это хороший эксперимент с точки зрения вот новой аудитории и думаю что мало кто станет спорить что он способен все-таки на больше чем продемонстрировал полу трилогии просто потому что рамки Янка Далта несмотря на то что как я сказал жанр достаточно широкий все-таки он автора несколько ограничивает ну а что в чем мы убедились в третьей книге где ограничиваться он перестал ну что же теперь перейдем к тому ради чего мы сегодня решили побеседовать это новая трилогия сейчас как раз в продажу на русском поступил второй том с нетерпением ждем возможности его почитать я помню год назад когда вышел первый я его сначала отложил на некоторое время потом когда книга которую в тот момент читал не пошла я переключился на нее и конечно вспомнил того старого доброго Джо с которого начал еще читать Кровь и Железо как уже говорилось ранее в этой книге фантазийный мир приходит прогресс появляется оружие на самом деле я тебя чуть-чуть поправлю Сергей потому что оружие там начало появляться с одной стороны раньше еще мы видели еще в героях использовались до пушки но оно появляется в очень ограниченном количестве то есть Джо намеренно если в плане промышленности у него там скачок произошел очень серьезный то оружие он наоборот попридержал это сделано было совершенно осознанно насколько я могу судить и по его собственным словам в том числе потому что он хотел сохранить в описании баталий ну вот то ощущение когда полковник Кольт еще не сделал всех равными вот поэтому он как раз почти вот там совсем чуть-чуть еще появляется огнестрельное оружие там пушки недалеко ушли вот от позднего средневековья хотя по вот атмосфере и по развитию промышленности там ассоциации возникают скорее уже с викторианской Англией с Англией 19 века это кстати интересно что на одной из англоязычных обложек проблемы с миром там иллюстрация делана по-моему один в один почти это картина времен гражданской войны в США то есть середины 19 века хотя у Абергромби битвы ведутся ну с использованием еще совсем другого оружия кстати по поводу Абергромби и героев и гражданской войны мне кажется что где-то в 90-х годах вышла то ли книга то ли точно был фильм под названием Гиттексберг и там по сути структура была то же самое которую Джо использовал в своей книге герои это битва которая длится три дня герои с обоих сторон конфликта и все это именно рассказано примерно в той же манере что и Абергромби но когда я спрашивал об этом Джо он сказал что он впервые слышит про эту книгу и фильм и он явно вдохновлялся чем-то другим книга называется Киллер Энджелс ее экранизация соответственно Гиттексберг называется Джон среди своих на самом деле источников вдохновения называл книгу посвященную гражданской войне в США но другую не художественную а нонфиг сейчас его называется Civil War The Narrative это огромный трехтопный труд посвященный собственно истории гражданской войны которые Джо очень часто хвалит вот а если говорить о Killer Angels я после как раз таких сравнений прочитал роман он замечательно действительно один из лучших военных романов что я читал так что к сожалению на русский не перейдем потому что гражданская война не самая интересная наверное массовому российскому читателю тема Майкл Шара автор Майкл Шара да вот но если кому-то из наших слушателей интересно либо почитать что-то в духе героев либо интересна гражданская война в США или военные романы то это вот книжка которую я могу порекомендовать безусловно Аберграмбе все еще говорит что не читал эту книгу но возможно просто и у Шары и у него был так сказать общий источник общий источник увлекновения вернемся к трилогии судя по первому тому она будет посвящена ну естественно не столько фабрикам огнестрельному оружию сколько общественным потрясениям которые сопровождают приход этих технологий тема конечно интересно что в фэнтези не так часто эта тема затрагивается кстати почему на ваш взгляд ну на самом деле я бы это уже немножко поспорил потому что последние лет 20 появилось достаточно много фэнтези с более современными сеттингами причем разным с разной точки зрения можно тут привести пример например Джанго Векслера который конкретно вдохновляется какой-то исторической эпохой в данном случае наполеоновскими войнами и соответственно пишет фэнтезийную версию так и например Беннета с его божественными городами где просто мир с уже развитыми технологиями но сложно провести прямую аналогию с какой-то конкретной северной эпохой так что в принципе за последние годы стало гораздо больше фэнтези с технологиями другой вопрос что вот переход из одного состояния в другое это как раз пока штука только редкая кроме Джо тут я бы на скидку мог только Сандерсона назвать который в Мистборне показал как раз как за сотни лет мир перешел из одной в эпохи в другую из эпохи в которой были консервные банки да 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 в эпоху я не читал к сожалению дальше но тоже всем очень тут трилогию Рожденного Тумана примерно 19 век Дети Запад тут как раз револьверы ходники за головами все такое причем написано им чуть ли не случайно пока он расписывал ручку во время перерыва между двумя крупными романами начал и не смог остановиться потом он мне говорит что он неграфоман ну при всем уважении я серьезно я очень хорошо к Сандерсу отношусь но то что он как-то пишет как не в себя это вот просто очень странно всем бы так ну вернемся к Аберкромбе Дим что ты можешь сказать про первую книгу Немного ненависти и забегая ко второй совсем чуть естественно так ее почти никто еще не читал скажем так ну я думаю что все таки и судя по продажам Немного с ненависти это прочитать успели достаточно многие с проблемой мира конечно не так ой ой сомневаюсь вот знаешь у меня сколько книг которые я не открывал столько же сколько в стиме игр которые не запущены ну я если говорить скажем так концептуально я бы назвал вот эту эпопу безумия новую трилогию Джобби Хромби это сиквелами звездных войн здорового человека потому что на уровне базовой идеи там есть общая то есть действие переносится на 30 лет вперед на первый план выходят новые персонажи конфликты которые дети старых зачастую да конфликты новые во многом отражают старые но либо они уже как-то сильно изменились либо оказываются совсем не такими как нам кажется вот но только Джо сделает все правильно то есть у него новые персонажи не менее яркие чем старые конфликт если даже он ну вот как по спирали закручивается от старого он не калька с него а там какая-то следующая ступень развития мир не застыл в каком-то январе как муха застрявшая миллионы лет назад а мир развился и изменился старые персонажи когда появляются это конечно в определенном смысле и фан-сервис и способ порадовать фанатов которые по ним скучали но в то же время это всегда имеет серьезную какую-то сюжетную обоснованность и зачастую некоторые старые персонажи появляются вот просто на пару сцен а вклад других все еще оказывается очень велик по немного ненависти ну она была такая немножко вводная книжка в проблемы с миром меня что очень подкупило очень здорово получили развитие персонажи причем некоторые особенно принц орса в достаточно неожиданном направлении и для меня это вообще любимый персонаж этой книги он на мой взгляд просто блестяще здесь себя проявляет и это да за него реально болеешь то есть вроде что может получиться из избалованного наследника престола но при этом видно что человек хороший хочет себя превзойти хороший я не уверен что правильное для него определение но скажем так незаурядный если поначалу он например кажется такой юно избалованной калькой своего отца то я надеюсь что не спойлер но оказывается что он сделан совсем из другого теста и в общем-то куда покруче папы будет плюс что еще можно сказать без особых спойлеров про проблему с миром наверное где-то две трети романа отвечают этому названию мы действительно видим союз который находится в относительном мире но который сталкивается с внутренними интригами с тем что теперь враги уже не столь очевидны и друзья тоже не всегда понятно в общем кому ты можешь доверять некоторые некоторые из действующих лиц оказываются просто не приспособлены для мира и это выливается в проблемы как лично для них так и для окружающих вот а финальная третья книги читателей ждет битва битва достаточно масштабно и подробно описана не настолько конечно как в героях настолько насколько штурм в оригинальной трилогии ну мне кажется более более ну то есть тут штурм был там не штурм там осада и она многодневная а здесь однодневная битва которая также показывает с точки зрения и персонажей по разной стороны баррикад и персонажей на разном уровне там от простых солдат до полководцев и вот она производит почти такое же сильное впечатление как герой но она вот просто не не так много ей текста объему уделено но опять же тут все таки один день а не три она длится ну и концовка очень сильная которая с нетерпением ждать третьей книжки которая выйдет только через год надеюсь что собственно мы тоже сможем как и первые две издать достаточно оперативно Джок говорил что мы первые из неанглоязычных издателей кто его выпускает то есть остальные с большей задержкой выпускают книжки чем она выходит в России горжусь Россией у меня с первой книжкой с немного ненависти в прошлом году была очень интересная история потому что у меня в том году на сентябрь выдалась свадьба мы потом с женой уехали в медовый месяц уехали в Шотландию ты взял с собой жену а не книжку с оберкромб а не книжку оберкромбе она мне ее там купила и наша она как раз только вышла и вот наша поездка практически совпала с датами турнея Джо Аберкромби в поддержку только что вышедшей книжки Little Hatred и мы вот буквально на пару дней разминулись в Глазго мы были в Глазго там числа по-моему 14-15-го а 19-го туда приезжал Джо и устраивал презентацию книги в том самом книжном магазине где мы ее купили но поскольку мы в тот момент были уже в другом месте пришлось ограничиваться экземплярчиком книги один из моих первых подарков которые мне моя жена подарила уже в статусе жены по-моему это очень мило это очень трогательная история а теперь расскажи все-таки про содержание твои впечатления первой книги на мой взгляд Джо он действительно растет как автор он очень много работает над собой и вот тот факт что он предпочел на несколько лет отложить публикацию книг чтобы написать всю трилогию а затем публиковать их вот с разницей в один год чтобы он получил возможность реально написать целый роман в трех частях и разбить его на три части это в связи с того что он очень ответственно подходит к своему ремеслу к своим читателям и что да возможно он заставляет читателей ждать чуть подольше зато он выдает им более качественный продукт это в принципе продумано потому насколько он там все это продумано насколько у него там выверена манера подачи и действительно это такой нормальный правильный сиквел когда вроде как все практически все новые главные герои они как-то связаны с героями предыдущих романов но при этом они все яркие необычные люди которые стремятся выйти из тени своих отцов и именно взрослые персонажи они действительно играют по большей роли ту роль которую они должны быть такие наставники которые как-то помогают но при этом или мешают или мешают да и по-моему там есть при этом такие же персонажи как тот же Шиверс который по-прежнему продолжают играть какую-то важную роль в сюжете то есть все это смешано очень неплохо история она вроде как и новая и в то же время эта история она не повисает в воздухе она скажем так отталкивается от того что было раньше да она отталкивается от того что было раньше она развивает этот мир но при этом она вполне подходит для новых читателей то есть Чо пишет историю которая подходит для всех это отличный способ начать знакомство с ним это отличный способ подхватить продолжение это история которая работает для всех категорий читателей то есть для тех кто его ждал и для тех кто только открыл То есть история, основываясь на того, что было раньше, она развивает этот мир, а не пытается перескать заново одну и ту же историю, как в сиквельной трилогии «Звездных войн». И подозреваю, что у Джо всё-таки действительно распланировано, как должно закончиться, и там к нему на второй книжке в окно не влез Сандерсон, который бы из-за него переписал всю книжку. — На третьем он потом не перечеркал всё обратно, не написал первые две. Нет, действительно, Джо, как он говорил, что у него вообще был план дописать все три книжки до выхода первой, он немножко с планом не справился, но в тот момент, когда вышла первая книга, он уже, по-моему, вносил последние правки во вторую, а третья у него была написана в черновую. — Ну да, то есть он справился с точки зрения того, что основной массив текста, очевидно, сюжет был готов, то есть там шли доработки на уровне каких-то отдельных сцен, диалогов, шлифовки текста, то есть глобально трилогия-то всё-таки была написана уже на тот момент. — Да, проработана, продумана, и осталось только там буквально нести последние шлифовки, потому что у него поскольку там два-три драфта он делает до того, как книжка готова. Три, по-моему. — Книги Джо Аберкромби очень кинематографичны, при этом до сих пор нету никаких новостей о фильмах или сериалах по его мотивам, хотя с Луки ходят регулярно. Регулярно Джо намекает, что что-то там подписал, с кем-то договорился или договорится, но пока новостей, к сожалению, нету, хотя в ближайшее время нас ждёт просто масса экранизаций фэнтези, там будет и Джордан, и Ротпи, и про Ротфуса уже говорят. — Да, после успеха «Игры престолов», вот какую книгу вы бы хотели увидеть на экране первым делом? — Ну, в случае с Аберкромби достаточно логично экранизировать его всё-таки последовательно, потому что, хотя, например, лучше бы давать холодным героем «Красная страна» одиночные романы, но и хронологически они идут после трилогии, и там всё-таки появляются персонажи из неё, так что, мне кажется, сериал и хронологически был бы абсолютно логичным. Что касается позиции самого Джо, он не раз говорил, что он не хочет ничего объявлять, пока не будет какой-то прям совсем конкретики, ну, вот, наверное, в качестве примера можно привести то, что сейчас произошло с «Обис Комитер», «Камши», когда мы ничего не знали, ничего не объявляли, а потом, хоп, и уже съёмки идут, и актёры набраны. То есть я думаю, что когда мы про Аберкромби ничего не узнаем, если узнаем про экранизацию, то это будет в таком же духе, когда уже будет, ну, либо процесс совсем запущен, либо на совсем низком старте. Лёша упоминал, что разминулся с Джо на пару дней в Глазго, но вообще мы все имели возможность повидать Джо во время его визитов в Москву, кстати. Сколько раз он приезжал? Два. По-моему, да, два. Он точно приезжал. Он в Москве, он был на Евроконе в Питере. Но в памяти могло смешаться два в один, да. Как, так сказать, опытных пиар-менеджеров направления фантастики, я не могу не спросить вообще. Если привозы зарубежных писателей в Россию не как-то себя оправдывают с точки зрения продвижения, или это скорее такое? То визит — вещь достаточно трудоёмкая и с точки зрения договорённости, и с точки зрения организации. Насколько я могу судить, они оправдывают себя, когда автор уже имеет какую-то репутацию и известность. И это хороший способ подстегнуть к нему интерес ещё больше. Потому что если ты привозишь какого-то автора-новичка, то и читатели к нему на встречу особо не придут, и пресса, и блогеры не заинтересуются. С другой стороны, если ты привозишь кого-то уровня, там, Роберта Вегнера или Джо Бергромби, который уже интересен... Или Джорджа Мартина. И Терри Брачта. Вот, то, конечно, за ними выстраиваются в очереди читатели, и ты продаёшь книжки вот буквально, банально на встречах, и пресса ими интересуется, и, соответственно, массовая публикация выходит. То, соответственно, с точки зрения, конечно, оно оправдано. Думаю, что Лёш тут добавит от себя несколько слов, потому что у него опыта с визитами авторов побольше. Слушай, ну, Дима главное сказал, действительно, автору рознь, и, как правило, это, конечно, работает на узнаваемость автора, но работать с автором, у которого уже есть своя аудитория, проще. Банально, в том плане, если автор, ну, неизвестен, не будем говорить, что там, ноунейм, то просто на него никто не придёт, и гигантские средства, потраченные на его визит, просто не окупятся. А, опять-таки, это можно сделать хотя бы, ну, рассчитывать, что можно это будет окупить в долгом, ну, в долгосрочном перспективе. Если всё-таки хоть как-то отработать на узнаваемость, я автор там отметился, сходил туда, пообщался с теми людьми, а дальше пошёл Сарафан, его стали больше читать, то да, возможно. Но, переходя к разговору о Джо, я думаю, что Джо как раз-таки сработал себе неплохой репутацией, потому что он за то время, что он был в России, он неплохо провёл время, он много где побывал, он побывал на презентациях, он побывал, по-моему, сфотографировался со стендом Мира Фантастики на Евриконе, и он... Это-то и стало билетом в будущее для Джо. Мне кажется, в случае с Итом Джо лучше говорить о тех эмоциях, которые люди испытали, с ним пообщавшись, потому что Джо – это просто милейшая личность, он очень приятный в общении, очень легкий на подъём, очень весёлый, общительный, прикольный человек, который... Просто можно к нему там подойти, мы, по-моему, в Питере подходили к нему на каком-то мероприятии и сказали, Джо, а как ты счёт пойти попить с нами пивка после того, как ты закончишь? И он сказал, счёт, конечно, не проблема. Ну, за ваш счёт с удовольствием. Через час я закончу, и мы можем сняться и пойдём, куда пойдём. И мы там ещё с нами, насколько я помню, с нами был Майк Стекпал, прекрасный тоже автор, автор романов по «Звёздным войнам», «Батлтеху», «Варкрафту». И они как-то так разговаривались, пока мы с ними ходили пить пиво в китайский ресторан, что спустя пару лет они совместно какое-то мероприятие в Лондоне проводили. Ну, на самом деле, да, в тот визит на Еврокон Стекпал и Бекромбе много общались, не только в китайском ресторане, они действительно подружились, я вижу, что они в Твиттере достаточно активно общаются. Вообще, я, кстати, с Джо познакомился ещё задолго до его визитов в Россию, это было в Швеции, я специально поехал на конвент, который там проходил, там были гостями Джо и Питер Уоттс. И, по большому счёту, я туда поехал специально, чтобы с Джо пообщаться и взять у него интервью. Питера Уоттса я на тот момент не читал, прочитал только потому, что, ну, а-ля, известный писатель туда едет, грех не взять у него интервью. Вот так что я подготовился, почитал, взял у него интервью, но ехал, по большому счёту, специально ради Джо. И если с Уоттсом я договорился заранее, то Джо на почту не ответил, я к нему подошёл в книжном, где у него была автограф-сессия перед началом фестиваля, ну и там, соответственно, с ним договорился, он сказал, да не вопрос, что я письма не видел, с удовольствием. Вот и с тех пор, наверное, ну вот кроме визитов в Россию, 4 или 5 раз я с ним ещё на всяких различных конвентах в разных странах пересекался. Он не всегда брал у него интервью, несколько раз брал, но всегда приятно общались, несколько раз он мне дарил Эдваран Стриджескопис книжек своих, то есть это книжки, которые ещё готовятся к выходу, которые вот такие предварительные припринты делаются для партнёров, книготорговцев, журналистов, блогеров. Вот, и Лёша правильно сказал, он же очень милый, обаятельный, я точно знаю, что бывали люди, которые просто там послушали какие-то его выступления, интервью, такие, ой, интересно, теперь хочу его почитать, просто за счёт того, что автор своим обаянием, своей харизмой и энтузиазмом, ну так сказать, продаёт себя. В прошлом году мы устраивали мероприятие для блогеров, это было почти сразу после выхода «Неплогой ненависти», и там был прямой эфир с Джо, где он отвечал на их вопросы, хоть Сергей там был. Там, хоть я и не блогер. Тоже неплохо жизнь сложилась, раз ты и есть фантастика. Вот, и там Джо очень активно просили приехать, потому что, ну, судя по всему, многие вот все его визиты пропустили, а у него уже какое-то новое поколение фанатов, поклонников выросло с тех пор. И буквально там, сто, дней десять назад в группе «Фанзона» проводили им прямой эфир уже на широкую аудиторию, там тоже, конечно, очень много спрашивали по поводу того, готов ли он снова к нам приехать. Ну, сейчас такой вопрос, да, вообще звучит очень неловко. При всем желании никто никуда сейчас особо поехать не может, но, в принципе, в перспективе я надеюсь, что получится зазвать Джо еще к нам в гости приехать. Да, это тем, кто пропустил, обязательно в следующий раз не упустить этот шанс, потому что действительно очень интересный и приятный в общении человек. Чувство юмора у него примерно такое же, какое у его героев. Разве что... А не то, что у нас. Разве что после встречи с ним все-таки остаться в живых проще. Ну что же, спасибо Диме, Лёше, что пришли пообщаться. Очень рад вас слышать. Особенно тебя, Лёша. Не часто это удается. Ну, может быть, теперь, когда Лёша забрался в технике, получится почаще. Да, и вам спасибо, что нас слушали. Напоминаю, что у нас сейчас идет крауд-компания на сайте крауд-репаблик.ру, где мы подписываемся на журнал Мир Фантастики в 2021 году. В этот раз один из главных бонусов, который получат все участники компании при достижении сверхцели, до которой, кстати, осталось уже совсем чуть-чуть. Это локализация французского комикса La Science Fiction, документальный комикс об истории научной фантастики, выпущенный издательством Humanoids. И ждем вас на крауд-репаблик, на нашем сайте и в новых выпусках фантастического подкаста. Всем спасибо. Спасибо, что нас слушали. До новых встреч. Продолжайте слушать нас и дальше. И да пребудет с вами сила. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин